Почему в популярных местах для отдыха на природе зачастую так грязно? Никто не заботится о том, что вытоптанная трава в следующем году не вырастет, а мусор так и останется лежать, пока его не растащат животные и не разнесет ветер. Проблема в том, что берег реки или лесная опушка являются общественными местами, то есть принадлежат одновременно всем и никому конкретному. Нет собственника, который оберегал бы этот ресурс и восстанавливал бы его в случае износа. Как же решить эту проблему? Рынок достаточно эффективно производит частные благо, такие как бытовая техника, продукты питания, автомобили и даже жилье. Но с созданием общественных благ, которыми могут пользоваться все без исключения, такие как чистый пляж или место для отдыха в лесу, рынок справляется из рук вон плохо. Причина кроется в особенностях человеческого эгоизма. Во-первых, сколько бы общественного блага не потребил один человек, его количество для других людей останется прежним. Согласитесь, что ваше удовольствие от просмотра красивого салюта на День города не снизится, если его посмотрят еще тысячи человек. Во-вторых, практически невозможно, а точнее неоправданно дорого, ограничить потребление общественных благ для отдельных лиц. Вот могут вам запретить смотреть салюту, если вы за него не заплатите. Теоретически это реализуемо, но сопряжено с такими издержками, что уж выгоднее этот салют не организовывать. Именно здесь возникает известная проблема без билетника. Ведь отдельно взятый человек думает так. Хм, если благо получает все, то почему бы не получить его бесплатно, лично мне? Зачем за это платить? Вспомните пассажиров, которые перепрыгивают турникеты в метро, водители, которые проезжают вдвоем за одно поднятие шлагбаума на платной трассе, или людей, которые мусорят на улице. Такое поведение – результат моментально принятого рационального решения. Решение отказаться от платы за потребление общественного блага. И хотя каждый индивид понимает, что плохие дороги и выбитые в подъездах стекла связаны с низким уровнем жизни, эгоистичный расчет остается сильнее общественной осознанности. Так как же бороться с этой проблемой? Ведь национальная безопасность, здравоохранение, хорошая экология, правопорядок и транспортная инфраструктура нужны всем. Поэтому здесь в игру вступает государство, которое заставляет платить за пользование перечисленными общественными благами в основном через взимание налогов. Но определение государства как поставщика таких благ – это решение лишь части проблемы. Куда важнее понять, сколько таких благ производить. Если на обычном рынке объем товаров определяется спросом покупателей, а объем предложения – издержками продавцов, то на рынке общественных благ оценки выгод и издержек зачастую будут неточны. Представьте, что в больницу с одинаковой болезнью попадает пожилой мужчина и юноша. Разумеется, молодой организм быстрее оправится от недуга. То есть на его восстановление будет потрачено меньше ресурсов, и он еще многие годы после лечения может активно создавать и потреблять благо. Лечение пожилого мужчины потребует больше денег и времени, плюс его активная жизнь после поправки ограничена солидным возрастом. Означает ли это, что необходимо отказывать в бесплатном лечении людям по достижении ими определенного возраста, чтобы повысить так называемую общественную экономическую эффективность? Ответить на этот вопрос едва ли возможно. Во-первых, большое влияние оказывает моральная сторона, которая говорит нам, что жизнь каждого человека бесценна. А во-вторых, мы не знаем абсолютно точно, какую пользу может принести обществу отдельно взятый человек в будущем. В этом и заключается сложность определения оптимального количества общественных благ. Учтите еще тот факт, что деньги на их создание всегда ограничены. Прибавьте к этому проблему безбилетника, которая выражается в более чем 65 миллиардов рублей ущерба от налоговых преступлений в России в 2021 году, и убедитесь в сложности решения данной задачи. Подобный анализ выгод и издержек касается буквально каждого общественного блага. Возьмем общественную безопасность. Руководствуясь мыслью, что человеческая жизнь бесценна, государство могло бы поставить светофоры на каждом перекрестке и запретить производить машины, которые могут набрать скорость более 60 км в час. Но ведь этого не происходит. Парадоксально, но количество светофоров определяется в том числе готовностью общества пожертвовать частью человеческих жизней в угоду более быстрому и комфортному передвижению. Простое сравнение выгод и издержек – ни больше, ни меньше. Наконец, попытайтесь ответить на вопрос, почему коровам, в отличие от слонов, не грозит вымирание. Кажется, что общественное благо тут совершенно ни при чем. Ведь как бивни слонов, так и мясо коров обладают коммерческой ценностью. Все верно. Но разница в том, что коровы находятся в частной собственности, а слоны, в подавляющем большинстве случаев, живут свободно и не являются объектом частной собственности. Каждый фермер прилагает значительные усилия, чтобы приумножить поголовье своего стада. А у браконьера такой задачи нет. Он преследует свои личные интересы. Как видите, проблема общественных благ встречается повсеместно. Вопрос лишь в том, насколько эффективно государство способно ее решить.